Мы продолжаем в ежедневном режиме рассказывать нашим телезрителям о ситуации с вывозом мусора. Напомним, с 1 июля региональный оператор ТБО «Экосервис», ответственный за эту работу, не заключил договор с транспортной компанией, техника которой вывозила мусор из города. С первого дня к этой проблеме подключился муниципалитет, городские предприятия, предприниматели предоставили технику и людей, не дав выдав ситуации из-под контроля. Как обстоят дела на сегодня, 24 июля, узнаем далее. 12 единиц техники работают сегодня в Новорайске на вывозе мусора из города. Многие горожане заметили две новых машины, которые прислал в Новорайск ТБО «Экосервис». Однако мы понимаем, что эти машины ситуацию не спасут. И городские предприятия продолжают заниматься проблемой вывоза мусора. Эта техника и люди, дорожно-коммунальные службы, которых ДКС вынуждены снимать с основных работ, к примеру, по ремонту дорог. Эта техника и люди мупритуала, а также городские предприниматели. Сегодня 12 единиц техники, из них всего 4 – это ТБО «Экосервис», а все остальные – это единицы, работали ему по ритуалу, и дорожно-коммунально, и по Медведев у нас работает. Значит, сегодня одно звено уже ДКС сняли, завтра снимаем второе. Почему? Потому что уже площадки в гаражных массивах пришли в то состояние, которое уже невозможно откладывать работы по вывозу мусора. Поэтому ДКС сейчас нацелен на освободение площадок, который у нас в гаражных массивах. Пока видим ситуацию, что все-таки три новых единицы в город пришло от рекоператора. Говорят о том, что две единицы вот этих новых будут работать в ночную смену. Плюсом, значит, выходит в сельские населенные пункты вот эти новые единицы, в ночное время будут вывозить в селе. Напомним, ситуацию с мусорным коллапсом допустил региональный оператор ТБО «Экосервис». На всех территориях своего обслуживания – это наш город, поселок Верхневенский, города Кировград, Полевской, Ревдапер, Вурайск. Администрация Новурайска с первого дня, а началась ситуация 1 июля, подключилась к проблеме. Муниципалитет практически своими силами вывозит мусор, чтобы не допустить еще большего ее ухудшения. Те проверки, которые уже сегодня идут, я думаю, что они в любом случае поставят в условии аэрокоператора увеличить количество транспорта и обеспечить вывоз мусора вовремя. Региональный оператор не имеет договора с администрацией, он имеет договор с Министерством энергетики ЖКХ, он перед ними несет обязанности. Поэтому вся информация от нас ежедневно уходит, два раза в сутки уходит в Министерство о том, какая ситуация. Мы говорим о том, что у нас порядка всего лишь 60% соблюдения идет графика, поэтому ситуация пока, нельзя сказать, что прям в лучшую сторону изменилась, но держится на том состоянии, каком есть. Полностью освободить муниципальную технику на выполнение своих работ город пока не может. Но в пятницу 26 июля вновь состоится совещание глав территорий с Министерством ЖКХ и жилищной политики региона для принятия шагов по улучшению ситуации. Альбина Евсеева, Дмитрий Дедюхин, Новорайская вещательная компания.